Дорогие телезрители, всех вас вновь в этот воскресный день сердечно приветствую. И как было обещано неделю назад, мы сами сегодня побеседуем о следующем евангельском отрывке, в частности, это глава 8 Евангелия от Луки, где повествуется, где в одном евангельском отрывке упоминается о двух чудесных событиях. Во-первых, воскрешение только что умершей девицы и исцеление женщины, которая страдала от кровотечения целых 12 лет и внезапно получила исцеление. Перед тем, как перейти к этому евангельскому тексту, хотелось бы буквально несколько слов сказать. В дополнение к прошлому воскресенью, как раз об исцелении Весноватого Годоринского, мы с вами говорили, сказали, завершили нашу беседу о том, что жители города, увидев в свете Христа пришедшего весь свой грех, и понимая, что надо с этим грехом расстаться, не пожелали этого, и Христа прогнали. А что же с Весноватым-то получилось? Он, видя, как его единоплеменники, сограждане Христа прогнали, пожелал уйти со Христом, на что говорит ему Христос Спаситель, оставайся в городе, иди и проповедуй им. Напоминай им каждый день о том, как ты получил исцеление. И вот этот бесноватый, лишившись даже, наверное, в каком-то смысле человеческого образа, бесноватый, несчастный, призывается на апостольское служение. Какая дивная картина, да, как раз вот, как бы некое вступление к сегодняшнему евангельскому событию. Какой вот дивный промысл, почему вот этот человек оказался-то держим. А очень просто. Для того, чтобы через, видимо, таки многие страдания физические, будучи даже одержимым, получив исцеление, стать апостолом Христовым. И помня, как он страдал, как его мучили все эти бесы, и помня, как его Христос Спаситель исцелил, он со смирением, со благоговением, и призывается проповедовать своим согражданам каждый день о том, что кто из них оказался реально одержимым. Не этот человек, нет. Его сограждане, небесноватые, оказались на самом деле одержимы, они оказались одержимы своим грехом. И с этим грехом порвать не смогли, да и не захотели. И вот сегодняшнее Евангелие, оно происходит буквально через, определить, через небольшое время. После истории Негодаринского, Бесноватого, Христос возвращается в город Капернаум, где он довольно часто проживал. Даже его городом Христовым, он называет Евангелист нередко. Когда читаем слово «Христос возвратился в свой город», чаще всего имеется в виду Капернаум. И вот, когда Христос вернулся в Капернаум, множество людей его, как всегда, ожидает. И мы в толпе видим двух людей, которые стремятся ко Христу, движимы тоже великим несчастьем. Вот то в Негодаринске вспоминается, тот тоже, будучи одержимы ко Христу, воскричал. «Зачем ты, Сын, Иисус, Сын, Вышний, пришел мне раньше времени мучить? Молю, не отправляй меня в бездну». И тоже два страждущих человека, два несчастных человека ко Христу идут. Один из них – начальник синагоги по имени Иаир. Он стремится ко Христу, потому что его единственная дочь, лет 12 от роду, лежит при смерти и умирает. И этот иудей, начальник синагоги, понимает, что только один человек может остановить грядущую смерть и не дать ей дочери умереть. Он понимает, что это пророки из Назарета, называемые Иисусом. Он понимает, что к этому времени уже иудеи настолько ополчились против Христа, и всякие-то Христа исповедовал Сыном Божиим, изгонялся из общества, изгонялся из религиозного общества, или поражался в гражданских и религиозных правах. Он понимает, что если он придет публично, будучи начальником синагоги, как Христ обратится, признавая в нем Сына Божий, конечно, его самого и синагоги изгонят. И лишат его всех его положений в обществе, привилегий каких-то. Но ведь умирающей дочери, единственной, этот страх быть изгнанным, отверженным, из его сердца изгоняет. Только надежда на Христа в его сердце осталась. И вот он, будучи движим этой надеждой, ко Христу устремляется. Как Христос подходит и просит его прийти домой и исцелить его находящуюся при смерти дочь. На что Христос тотчас же соглашается идти в дом Иаиры, и уже направляется к его в сторону дома, где проживает Иаир, где лежит его умирающая дочь. Казалось бы, Христос должен как можно быстрее прийти и не дать девице умереть от раковицы. Но что же происходит? Помните, мы говорили, что два человека в толпе находятся. Всем, по большому счету, любопытно, что же сегодня произойдет? Кого Христос исцелит? Вот поразительное зрелище. Христос, Сын Божий, во плоти ходит по земле и палестинской. Согласитесь, наверное, многие из них, может быть, даже мечтали, что если была бы возможность некое машину времени включить, как было бы хорошо перенестись те времена и к ногам Христовым припасть, его речи послушать, умириться сердце. Может быть, даже и наша вера, может быть, даже, как говорит евангелист, скажет и нам, что дерзай, чадо, вера твоя спасла от тебя. Кто из нас не хотел бы этих слов услышать от самого Христа? Да многие хотели бы. И вот, а что же мы видим? Много людей вокруг Христа толпятся, толкаются, и Христа толкают. Движим просто любопытством, что же сегодня произойдет? Для многих это просто зрелище. Утром пришли, смотрят, чем бы сегодня позабавиться. Вот мы слышали, что Христос пришел. Пойдем посмотрим, кого Он исцелит, из кого бесов изгонит. Мы слышали, Он вчера из Гадаринского весноватого выгнал бесов, что те свиней все лились, и все это погибло. Его за что есть жители и прогнали. Посмотрим, что же сегодня с ним произойдет. Вот праздная публика Христа окружает, толкаются Его, толкают Его. И вот Иаир как бы получил практически просимых. Христос идет в сторону его дома, чтобы не дать его дочери умереть. И вот другая страждущая оказывается в толпе. Женщина, которая 12 лет страдает внутренним каким-то кровотечением. Болезнь считалась по закону Моисея нечистой. И всякое прикосновение к ней считалось осквернением. И ей было запрещено оказываться в общественных местах, чтобы люди, даже, может быть, невольно к ней прикоснувшись, не казались бы оскверненными. Представляете, толпа ходит, толкаются. Сколько людей к ней прикоснулось. Если бы она сказала, что она нечиста, и все бы теперь осквернились по закону таковых, скажем так, преступников, наверное, даже полагалось побивать камнями. Но и в ней этого страха нет. Она настолько истерзана от этой соболезни, что уже на врачей потратила все свое имение. И она поняла, что одно у нее лекарство осталось, одна надежда – это Христос, который уже спешит в дом Иоира. И вот она, будучи доведена уже до крайности, решается на отчаянный шаг. Она думает, попробуй хотя бы за край одежды прикоснуться. И, возможно, истелею. Что и происходит? Она подходит, касается одежды, края одежды, и тут же чувствует, что болезнь ее покинула. Христос останавливается на виду шокированного Иоира, который понимает, что время и счет идет на секунду. Христос останавливается, спрашивает, кто ко мне прикоснулся? Все удивлены. Петр говорит, наставник, столько людей толпится, столько тебя толкаются, и ты спрашиваешь, кто ко мне прикоснулся? Разве ты не видишь, что происходит? Говорит, Христос, нет. Кто-то ко мне прикоснулся, и я почувствовал силу из меня, сшедшую. Женщина, поняв, что не осталась незамеченной, подходит ко Христу, видимо, свои грехи исповедует, говорит, что почему она это сделалась, почему она решилась на такой отчаянный шаг. И что же говорит ей Христос? Дерзай, тщерь, твоя вера тебя спасла. Одна получила исцеление. Что же с Иоиром? Иоир, видимо, все больше, больше убит гореем. Приходит домой, дочь его умерла. Но он не впадает в отчаяние. Христос говорит, не плачьте. Она не умерла, спит. Хотя некоторые, конечно, стали смеяться. Ты что, не видишь, что она ведь умерла? Какой сон может быть? Но Иоир веру не теряет. Даже его близкие стали уже молодушничать, стали смеяться. Но видя, видимо, веру все-таки родителя. Христос говорит, девица, встань. И возвратился дух ее. Она тотчас встала, и он верил ей есть. И удивились родители ее. Он же поверил им не сказывать никому о происходящем. Вот каково действие веры. Женщина получила исцеление желаемое. И Иоир не просто увидел исцеленную дщерь, но, будучи благодаря своей вере, увидел, как ее уже умершая дщерь воскресла. Согласитесь, насколько велика вера. Чада, дерзай, вера твоя тебя спасла. Надеюсь, эти слова Христос, может быть, сказал бы и в наш адрес. По крайней мере, будем к этому стремиться. До следующего воскресного дня. Субтитры создавал DimaTorzok